Никто не может присвоить себе здесь ничего. Но в Шастре говорится, если человек Кришне предложил хотя бы один цветок с любовью, он будет благословлен хорошей жизнью в этой жизни и в следующей. Гарантированно ему. Просто с любовью это сделал. Ничего не нужно Богу от нас. Не нужны ему наши деньги. Не нужны ему наша земля и все остальное, наши последователи. Им нужна любовь. Если человек предложил с любовью хотя бы цветок или фрукт с любовью, уже этого достаточно, чтобы он в этой жизни был обеспечен полностью и в следующей тоже говорится. Лакшми благословляет такого человека, супруга Господа. Не оставляет без ответа любовь. Ведь он награждает человека в соответствии со своим разумовым положением. Браман Судама предложил Кришне горстку риса. Все. Знаете, где он это сделал? Не в храме, а прямо во дворце Господа Кришны Двараки. Дворец Господа Кришны Двараки? Вы представляете, что такое? Если вы соберете все ценности Петербурга, вы даже не купите и одну горсть пыли с Дороги Двараки. Что даже пыль там из алмазов? Нет. Чинтам, они говорили. Или с Ямантака. Все выложено такими божественными камнями. Там Судхарма, зал собраний, был подарен полубогами. Аналогов нет. Там одно дерево Париджата обеспечило райскую атмосферу вокруг. Дерево с райских планет. Дварака было творение Господа Кришны. Судхарма пришел в Двараку. Пошел на дворец Кришны. Он был нищий в лохмотьях. Одежда была нечистая и пыльна с дороги. Он был худой. Ребра можно было пересчитать, чтобы его жизнь была очень трудна материально. Нищенствовал всей семьей. Но поскольку он пришел к другу детства, с Кришной когда-то они учились в Сандипане, Буне, в Гурукуле. Он сказал жене, я иду к другу. Я должен принести какой-то подарок. Жена сказала, ноль на счету. Судхарма сказал, иди к соседям, попроси взаймы. Что-нибудь. Жена попросила плющный рис. Очень дешевая вещь, знаете. Если вот есть нечего, то плющный рис можно еще поесть. Три горсти или четыре горсти, все. И он его завернул. Даже у него пакета не было нормального. Упаковки нет. Всю эту одежду пыльную завернул. Узелок. В одежде нес подарок своему другу. Но от чистого сердца. Все, что было у него. Но когда он попал во дворец Господа Кришны, Кришна его усадил на собственное ложе. Я тут увидел, что там все из драгоценных камней. Все это сияет. Переливается. Этим дворцам 16 тысяч крынца и края нет в дворике. И Кришна всем этим обладает. Какой он сейчас стал его друг. Смотрите, бесконечно богат и счастливый. Все достояния там в дворике. И тут явства и хорошие слова. И они целый день разговаривают. Обнимаются. Даже все слуги были очень удивлены. Что за личность? Какой-то нищий Браман. И Кришна столько с такой любовью встречает его. И Кришна знал, что Браман принес ему подарок. Но не решается. Когда на столе такой пир, знаете. Разрезает свой узелок с плющенным рисом. И Кришна сказал, я знаю, что ты мой друг принес мне какой-то подарок. Что-то вкусненькое. Я чувствую. Мы вот думаем, Кришне предложить, Прасад, примет или не примет. А у Судама он выпрашивал насильно. Само так любил Кришну. Но он так стеснялся своего положения. Кришна сам схватил этот узелок у него. Судама не давал даже его. Кришна побеждает. Крыл узелок. Взял целую щепоть. И сказал, я такого риса в жизни не ел. Бросил туда. И просеял по-настоящему, знаете. Потому что Судама это чистый преданный. Судама взялся за голову просто. Боже мой. Кришна берет вторую щепоть. Рукмини сказала. Вторую не надо. За эту щепоть я вижу, ты так удовлетворен, что ты ему сейчас отдашь все, что у тебя есть вообще. Ты же такой. Ты не скупой рыцарь. Если ты благодарен, ты все отдашь этому человеку. Самого себя отдашь. Эй, вторая щепоть, меня в придачу ты отдашь. Подай мне эту вторую щепоть. Лакшень не съел. Если Кришна доволен, довольны все. Если жилок сыт, все тело сильно. Это сверхдуша вселенная. Все станут счастливыми. Если преданно служит Кришне, все получают благо от этого. Поэтому в ведические времена вайшнавов почитали все классы людей. Кто-то просто напоминал, кто такой Бог. Это самые важные люди в обществе. Но они должны знать, кто такой Бог. А не обманывать людей. Гуру саду шатты. Ну, подтверждено с трех сторон. И Судама ничего не попросил взамен. Он просто был так счастлив, что увидел Кришну. Судама шел, чуть не плакал. Просто вспоминал все, что было только что. Боже мой, Кришна мне просто служил. Он мне поклонялся. Он считает меня браманом, возвышенным человеком. Хотя кто я такой вообще? Грешник. Он просто шел и слезы по дороге ронял. И вспоминал просто все эти минуты, все эти секунды. Возрешался обратно домой. И даже думать не мог, что нужно было что-то просить у Кришны материального взамен. Но когда вернулся домой, увидел дворцы. Такой же, как в дворике дворец здесь. Он очень испугался, что это такое. Куда я пришел? Оттуда вышли какие-то красивые люди, как небожители. И его жена там же была. Жена была так красивая, что Судама не мог представить, что у него такая красивая жена. Был просто поражен. Чуть не упал в уморок, когда у него теперь, ребята. Лакшми благословила его. Когда? Когда Судама не имел никаких материальных желаний. Тогда Кришна может дать все, что угодно человеку. Тот, кто привезен Кришней, пользуется его наследством, имеет все на самом деле. Это история Брамани с Судами. Итак, забыв, что об условии души учат, учит посредством ведических писаний, осознавших себя духовного учителя и сверхдуши. Ведические писания повествуют о вечных взаимоотношениях живого существа с Кришной, который называется самбанда. Когда живое существо понимает свои отношения с Кришной и действует в соответствии с ними, это носит название апхидеи. А высшая цель жизни, возвращение домой к Богу, именуется прайоджина. Вот три этапа. С чего мы должны начинать? Самбанда гьяна. Где заканчивается? Каков вывод самбанда гьяны? Если мы на самом деле получаем гьяну образования, настоящее, вывод, я слуга Бога, начинается апхидея, применение этого всего, практика. Если мы не получаем самбанда гьяну, мы не можем начать преданного служения. Это может быть фарсом, подделкой какой-то. Внешняя энергия. Может что-то сотворить похожее очень, но там не будет сути, поэтому необходимо обрести эти знания. Как это я слуга Бога? И почему это моя конституция? И почему у него такое положение? Почему такое неравенство? Зачем это разнообразие? Нужно все изучить. И когда мы изучим, мы скажем это с радостью. Я слуга Бога. Вы знаете, какой Кришна? Я слуга Бога. Не так, что я раб Божий. Горько мне от этого, конечно, но это факт. Горький факт, понимаете. Нет, мы должны получить самбанды-гьяну. Как это прекрасно на самом деле. Быть частичкой Кришны. Как это прекрасно служить Кришне, его качеством, его форме, его играм участвовать. Насколько это возвышенно, безгранично возвышенно. Без зависти. Это самбанды-гьяна. Оно устраняет зависть живого существа. Это истинная наука. И вот тогда начинается апхидея. Человек может принять эти знания. Все заповеди он начинает применять, потому что не следует человек заповеди, он только из зависти. По отношению к Богу. Поэтому лишается сил и разума. Наша же собственная зависть отнимает духовные силы и качества. Искажает их. Поэтому сознание Кришны мы не берем извне, правупада говорит. Оно находится внутри. Мы пробуждаем его. Когда устраняется зависть, тогда начинается рассвет личности. Про йоджи назначает любовь к Богу. Это уже конечная цель. Пройдя через практику очищения преданного служения, человек достигает любви к Богу. Преданное служение или использование органов чувств для удовлетворения Господа называется апхидеей. Потому что позволяет живому существу развить дремлющую в нем любовь к Богу. То есть наши чувства служат сейчас нам. Но эти же чувства могут служить Кришне. Это называется апхидея. Чистая деятельность. Нет кармы. Это называется ягья, жертва. Чувства для удовлетворения Кришны используем. Ум для удовлетворения Кришны. Язык для удовлетворения Кришны. Ноги, руки, все, что есть для того, чтобы служить Кришне. Мы как бы кришноизируемся, прабхады говорит, одухотворяемся. Качно становимся как Кришна. Потому что чувство начинает соприкасаться с Кришной в служении. Контакт появляется. Непосредственный контакт называется. Это так же, как мы можем что-то потрогать, что-то увидеть. Точно так же можно обрести сознание Кришны. Таким же образом. Опыт. Это называется апхидея. Любовь к Богу. И в этом и состоит цель жизни. Это цель, высшее благо и величайшее богатство, которые могут обрести живые существа. Так душа возвышается до трансцендентного любовного служения Господу. Здесь мы остановимся. Есть у нас вчерашний вопрос. Ну, тема у нас та же, поэтому. Вчера сказали, возможно, это было позавчера, что если мы будем в течение месяца контролировать чувства, то мы почувствуем Кришну. Что означает контроль чувств в данном случае? Наша практика, то, что мы делаем, просто делать не отвлекаясь ни на что. Это контроль чувств называется. Не отвлекаясь ни на что. Например, повторять жапу, значит, не отвлекаясь ни на что. Служить Божеством или участвовать в титул не отвлекаясь ни на что. Слушающим Бхагаватам читать книги нет, кликаешь на что? Это контроль чувств. Для нас-то есть контроль чувств. Когда только приходишь в сознание Кришны, как правильно выбрать наставника, которому можно полностью доверяться? Когда наступает время обратиться за наставничеством, только когда изучишь основные книги и выучишь все молитвы, или нужно сразу обратиться, чтобы не топтаться на месте, не пойти неверной дорогой или вообще не остыть в одиночестве? Мне кажется, это несложный вопрос. Это происходит естественным образом. Мы живые существа, а у нас есть интерес друг к другу. Правда же? Есть же интерес. Мы же слушаем и наблюдаем и начинаем общаться. Так это и происходит. Скорее всего, у вас уже есть кто-то из наставников, просто еще нет формальных этих отношений. Можете не торопиться с формальным принятием наставника. Он уже есть, вы кого-то слушаете. Даже сейчас вы же даете вопрос, видите, кому-то. Что-то играет роль наставника для вас. Итак, каждый, кто дает лекцию по Бхагаватам, допустим, по Бхагаватгетике, отвечает на наши вопросы, тоже наставник. Любой старший, кто имеет опыт в духовной жизни больше, тоже автоматически наставник. Можете даже не думать об этом, просто общайтесь. Спрашивайте, интересуйтесь. Получайте ответы, читайте книги. И потом, позже, когда будет необходимость, примите официально наставника. К этому нужно еще прийти, это не так сразу. Это определенная ответственность. Каким образом душа, возвращаясь в материальный мир, попадает в конкретное тело конкретного человека? Образом душа, возвращаясь... А, то есть он умирает, и как он попадает в тело определенного типа? Есть проводники. Человек сам не делает это, не знает, как это делать. Например, вы выйдете из этого помещения, чуть позже все мы выйдем отсюда, и там уже есть дороги, транспорт, не так ли? Все уже существует. И по назначению отправитесь. Либо в общественном транспорте, либо в метро, либо в собственной машине. Ну и регулируемыми правилами, какими-то дорогами, системой городской. Все уже существует. Также, когда мы выходим из тела, все уже существует. Есть там свой транспорт, свой такси. У кого-то личный мобиль заработал на этом. Если знает право дорожного движения, из права может поехать к Ямараджу собственным годом. На Даршу. Есть такие души особые, знаете, привилегированные, которые обрели такие заслуги, которые имеют большие и высокие. Они могут даже прогуляться немножко по Вселенной, прежде чем дается право такое посмотреть, что тут вообще происходит. Мы разные слышали об этом. Но в обычном случае, что касается нас с вами, может быть, мы не имеем таких больших заслуг, в этом смысле слова. Мы имеем просто много милости, поэтому будут проводники. Как только вы оставите тело, вам скажут, Харея Кришна, пойдем с нами. Вам понравятся эти существа? Скажут, пойдем. Знают, кого послать. Кому. Это будет в форме вашего родственника, какого-то, может быть, или что-то еще. Вы захотите, пойдете сразу. Очень тонко устроена эта система. Как живут существа, эти пути, как он должен сам передвигаться туда. Своим желанием он передвигается. Каждый шаг. Если только не грешник, если человек грешник, то его встретят другие живые существа. Никто его спрашивать не будет. В мешок. Так и написано. Есть специальный мешок. Подобно мешку. Не мешок. Ну, такое специальное покрытие тонко набрасывают, в которое можно проноситься на огромной скорости, на огромное расстояние. И так транспортируют живое существо. Но это для грешников. Если кто-то избегал греха, что-то служил, делал для Кришны, не придут такие существа. Проводники придут. Если преданный вспоминает Кришну или Духовный Учитель, его встретит Духовный Учитель там. Несут ли родители кармическую ответственность за психологические травмы, нанесенные ребенку неосознанно? Или это целиком карма ребенка? Это общая карма. Это карма семьи, так можем сказать. Конечно же, ребенок воспримет и хороший, и плохой от вас. Какие-то травмы получит наверняка. Какие-то ошибки будут, жертвы каких-то ошибок. Неизбежно так происходит в каждой семье. Невозможно это идеально сделать. Не идеализируйте семейную жизнь в сознании Кришны, допустим. Вот вы имеете знания какие-то о карме, но не идеализируете. Вы все равно будете совершать ошибки. Именно по этой причине ребенок должен родиться дважды. Не только от своих родителей, но еще получить духовное рождение Духовного Учителя. Иначе он не сможет очиститься полностью. Это очень трудно. Даже в самых хороших семьях все равно какие-то ошибки будут. Что делать с преодолением гнева? Как победить его в себе? Невозможно. Гневайтесь на материалистов. В форме лекций. Проповедуйте. Такая проповедь, которая в гневе, она хороша. Люди будут слушать. Однажды я... 90-е годы, когда я проповедовал. 90-е годы, конец 80-х, 90-е годы, это атеизм еще не остыл, знаете. Люди все были атеистичны. Поэтому о ма душе говорили. Поэтому в зале всегда какие-то воинственные атеисты поднимались и сражались потом в конце. Обязательно так было. На каждой лекции были сражения. Мы всегда были готовы к этому, что кто-то бросит вызов. А потом я подумал однажды, наверное, я, может быть, слишком как-то грубо, с гневом проповедую, поэтому люди возбуждаются. Все, буду мягко проповедовать. С любовью. Я взял микрофон, таким голосом, знаете, елеемом стал говорить что-то, и все уснули. Я снова вспомнил, а эти мясоеды и прочее, стал кричать. И все сразу проснулись, говорю, вот это хорошая лекция была. Гнев, его предназначение – разрушать невежество. Если он и разрушает, он разрушает невежество. То есть, когда вы даете знания, вы сталкиваетесь с невежеством, здесь потребуется некоторый гнев. Как учитель говорит ученику, слушай, что я говорю. Слушай. Гневается, он заставляет его слушать. Почему? Да, он разрушает невежество, таким образом. И так вы становитесь учителями. Да, если гнев правильно направите на проповедь, вы становитесь учителями. И тогда в другие моменты жизни вы сможете справиться с гневом. Если вы имеете опыт проповеди, заняты, передаете знания, обучаете кого-то, тогда не будете гневаться по пустякам. Что гнев контролировать невозможно, говорится в Писаниях, эту энергию. Нужно его просто занять правильным образом. В лекции Вашнавский этикет вы говорите, что не нужно заводить дружбу с душевнобольными, враждебными, опадшими, сумасбродными, те, кто имеют незаконные связи с женщинами. Если до сознания Кришна человек общался с такими людьми, как бы теперь вообще не с ними. Общаться вы можете, но не заводите близкую дружбу, потому что эти качества, они будут переноситься на вас в близких отношениях по этой причине. Можете с ними более нейтрально общаться с этими людьми, по-доброму, но более нейтрально. Что означает дружба? О, заходи, садись, давай, я тебе налью, выпьем вместе. Меня уважаешь? Ну, давай. Что вы должны делать? Нет, я не могу. Не обеты. Не обещал духовному учителю. Нейтралитет добрый, видите? Уже такой дружбы нет. Потому что дружба определяет общий образ жизни, означает. Но у вас уже другой образ жизни. Другие друзья будут. Уже к этим людям должны более нейтрально, но по-доброму относиться. Если не ваши настоящие друзья, они пойдут за вами. Да, здесь много таких примеров. Расскажите, пожалуйста, о важности заучивания шлок наизусть. О, это очень хорошо. Насколько это важно? Во-первых, это развивает память очень хорошо. Я слышал, что это идеальный способ развивать память, поддерживать память. Особенно, если вы шлоку используете в лекциях, несколько раз используете шлоку какую-то, затем она уже автоматически всплывает, когда необходимо. Очень удобно. Вы хотите что-то сказать, и вы чувствуете, что хотите сказать, и вот на это чувство всплывает шлока уже. И вы уже знаете, о чем говорите. Шастра. Ничего вы думаете, не нужно. Удобно, правда? Поэтому учите шлоки. У кого есть к этому склонность, изучать шлоки, изучайте как можно больше. Вы сегодня говорили, что важно знать, с кем и с чем мы общаемся, с чем соприкасаемся. И если мы соприкасаемся с нечистым, мы оскверняемся. На материальном мире живому существу присущи четыре вида недостатков, один из которых – принимать нечистое за чистое. Если я в иллюзии, как я могу объективно выяснить, с кем я соприкасаюсь, с чем? И как мне оскверниться, каковы объективные критерии чистого? Вот поэтому это описывается в ашнавском этикете. Свод правил чистоты, как поддерживать чистоту. Например, если вы приняли пищу, просад, должны омыть руки, сбрызнуть стопы, прополоскать дважды рот. Так предписано. Дело это вы почувствуете более высокие стандарты чистоты. Там написано, что каждое утро мы должны омываться и менять одежду на чистую. Дело это каждый день вы будете чувствовать более острой чистоту. И если мы сходили, опорожнили кишечник, что-нибудь полное омовение. Дело это вы почувствуете более высокие стандарты чистоты. Все это описывается. Говорите правду приятным тоном написанного этикета. Дело это вы почувствуете более тонкие отношения с людьми. Это вачнавский этикет, который делает тонкими наш разум и чувства. Тонкие ткани мозга восстанавливаются таким образом. Это образ жизни. Это наука жизни. Наука познания Духа. И следуя этим правилам, постепенно мы сможем понять, осознать «Я душа». «Я чистая душа». Вачнавы должны заботиться о коровах. Но покупая молочные продукты в магазинах, люди причиняют страдания коровам, так как молочное производство жестокая промышленность. Да, так и есть. Мы пока вынуждены принимать это молоко. Но у нас есть хорошие планы на будущее. Не все еще реализовали вачнаву в обществе, понятное дело. Забота о коровах – это тоже наша обязанность будет. И все время мы эти проекты будем делать. Уже эти проекты существуют. Например, по Домскому уже есть много коров преданных. Мы были там. Такого счастья редко, где мы испытывали. Когда у нас есть наши коровы, которые знают, что их никто не убьет. Какое бы ни было у вас депрессивное состояние, пообщайтесь с коровой и все будет хорошо. Это лекарство живое просто. Такая мать. Такая природа удивительная у этих существ. Идите покормить телят, подаете корову, покосите сено, там что-то сделайте в коровнике и все, будьте здоровы психически, как минимум. И физически тоже, и от духов очиститесь тоже. Коровьи навоз изгоняют духов, говорит с тобой. Она очень чистая корова. Это тоже наша программа. Но когда Парупада приехал в Америку, он не мог начать с этого. Эта серьезная программа требует больших ресурсов, вложений, человеческих, денежных, и земли нужно иметь. Это в будущем. Но Парупада пил то молоко, которое в магазине продавали с рыбьим жиром. Подмешивали рыбий жир в то время в Америке в молоко, как бы пытались улучшить его качество. И Парупада вынужден был пить молоко, потому что молоко необходимо для человека. Поэтому мы согласны о том, о чем вы говорите. Сейчас с коровами плохо обращаются, неправильно обращаются, но мы вынуждены пока принимать такое молоко. Но, кстати, много перемен. Куда я сейчас не поеду, предные говорят, это от нашей коровы молоко, от знакомой коровы. Предные там, где-то там есть корова, это уже от нашей коровы молоко. Так что, о каких-то коровах мы уже заботимся. Я впервые на вашей лекции возник, наверное, глупый вопрос. Так случилось, что моим духовным учителем является моя бабушка. Как вы считаете, не помешает ли наше родство истинному духовному росту? Нет, нет, нет. Это же очень хорошо, это естественно. Если у вас такая мудрая бабушка, это же здорово. Представьте, если вы преданный, и у вас есть ребенок, автоматически вы будете духовным учителем для своего ребенка какое-то время. Да и всю жизнь будете наставником хорошим. Это естественно. Это просто удача, знаете, в жизни. У вас мудрые родственники, старшие. Я был в одной семье в Узбекистане когда-то, и там была прабабушка. Она лежала уже в то время, не поднималась с постели. Мне сказали, что это прямой потомок пророка Мухаммеда, парадословной, всеизвестной парадословной. Это бабушка. И мне также сказали, что она хочет тебя видеть, потому что, ну, знаешь, что ты тоже духовный человек, и она очень любит духовных людей, хочет видеть. я думаю, сейчас зайду, и там умирающая бабушка какая-то, а там духовный учитель лежала. Она стала говорить у меня мурашки по коже. Полная вера вообще. Это была потрясающая встреча. Она просто плакала, была как счастливо общаться с духовными людьми. Она боялась за свою семью, что они забудут это. Очень боялась, переживала. Эта семья должна быть основана на святых людях. Она это сказала, что если в семье нет святых людей, это семей народ проклятый. Это нужно, говорит, беречь прежде всего. Или создавать святых людей в семьях, воспитывать. Это, говорит, единственный выход для людей. Она все понимала, что молилась постоянно. Естественно, она была их наставником, конечно же. Почему нет? В шастере говорится, что шикша гуру наставников может быть очень много. Бабушка, мама, отец, учитель в школе, может быть, хороший человек что-то хорошее говорит тоже, шикша тоже. Есть какие-то наставления. Но дикша гуру один, то посвящение дает. Родственники обычно друг другу посвящение не дают. Отец, если он духовный человек, ведет своего сына к духовному учителю. Такая вот традиция, что отец не иницирует сына. Инициацию дает дикша гуру. Поэтому уже у вас есть шикша гуру, осталось только дикша гуру. Просите благословения у бабушки, расскажите, что в жизни ценно, интересно, и пусть она вас благословит, и все будет хорошо. Как справляться с гневом? Хоть после него и есть раскаяние все снова и снова. Гнев может выражаться как по отношению к себе, так и к окружающим. Но так или иначе он возвращается по отношению к себе вина за проявление гнева, гнева, вина. Вина за проявление гнева это тамас. дело не в вине. Недостаточно сказать, что я виноват, нужно исправиться. Ходить с чувствами вины глупо, нужно исправиться. Совершая ошибку, мы должны обрести более высокий разум, вывод, разум должен быть вывод, это функция разума, вывод, и учиться контролировать себя. Если вы не будете достаточно заняты служением Кришне, вы не справитесь с гневом, почувствуете в сердце неудовлетворение и зависть не даст нам спокойно жить. Но если вы достаточно заняты, вы будете умиротворены, удовлетворены. Мир в сердце поселится, потому что зависть уйдет через служение, через служение зависть уходит. Завидуют только господа друг к другу. Служение на основе любви лишено всякой зависти. Если мы служим Кришне, если мы совершаем какое-то служение, мы чувствуем удовлетворение, зависть уходит и нам все люди начинают нравиться. Потому что зависть уходит. Поэтому будьте заняты должным образом. Если вы не займете должным образом свои чувства, будет раздражение, будет неудовлетворение. Это любая женщина знает. Если муж не работает, сидит дома, он постоянно раздраженный. Все плохо для него. Если он падет, как волк, поработает хорошенько, перейдет ломой, он умиротворенный, он удовлетворенный пришел, потому что он выполнил свой долг. Видите, нужно быть занятым человеком, полезной деятельностью в сознании Кришны. Кто такие питы, предки? После перерождения они сохраняют личность, чтобы считаться чьим-то предком? Нет. Вы не знаете наших предков? Они, может быть, знают нас, не знают. Но мы не знаем, кто наши предки. Наш предок, скажем, это ману, прародитель людей. Но сейчас никто не знает об этом. Если другие предки, которые мы забыли, возвышенные предки, не думайте, что предки, это просто наши родственники, ближайшие, дед какой-то, алкоголик, который был, и он на планете предков живет и ждет нас. Он туда не попадет в жизни. Там нет ни одного пьяницы. Планета предков очень, да, она выше расти, их планет находится. Но просто мы не знаем уже этих предков своих. Мы забыли о них давно, об этой родословной. Да мы прадедов его уже не знаем точно. Поэтому это нечто другое, когда говоришь о предках идет. Часто от предных слышу, я помолюсь за тебя, Кришне. Ну, разве можно? Разве когда ты просишь у него что-то, значит, тебе, значит, ты все еще в мае? А когда мы к Кришне обращаемся, мы, конечно же, в мае, может быть, но он-то не в мае. Он извлечет для нас пользу. Неважно, как мы обращаемся, Кришна извлечет для нас пользу. Сам факт обращения к Богу важен. Пряданный по-привычке может Кришне обращаться с чем угодно вообще. Ключ потерял. Кришна, Кришна, где ключ? Автоматически это будет. Вот эта цена, что он Кришну вспоминает, это не то, что он у него ключ просит. Дело не в этом. Цена, что он помнит Кришну, вот это важно. Если совершенно не знаешь, как поступить в той или иной ситуации, как жить, как вести себя, что делать, если сам не можешь ничего решить, то вопрошаешь у Кришны указать направление. Но как понять, где ответ Кришны, что есть ответ Кришны на твой запрос, как не подумать себе лишнего. Вам путь укажет ваша природа в какой-то момент времени. Она сама укажет ваш путь. Мы забыли природу свою, материальную тоже. Мы живем в мире имитаций, подделок. Каждый, кого-то имитирует человек современный. Так обучают людей одеваться, вести себя. Каждый находит себя какого-то героя, в кинематографе возможно, или где-то в книге, неважно. Например, когда я был молодым, я знал одну девушку, которая ждала Аллы Паруса. Она буквально ждала такого человека, который придет за ней в таком духе. Прочитала эту Угрина, и она имитировала Ассоль, несчастную судьба была. Хотя была очень романтическая натура, но в жизни была неуспешной, нечастливой. Это имитация называется. Поэтому будь самим собой. Но нам нужно время, чтобы стать самим собой. Повторяйте мантру сейчас, изучайте книги. Старайтесь не подражать никому, слушайте свое сердце. Это займет годы. Поймите, не упрощайте процесс. Если вы только начинаете запоститесь терпением, хотя бы лет, ну пятнадцать хорошей практики. Не того, что много. В школе учились 11 лет, там кто-то, 5-5 лет, не того, что много. Хотя были хорошей практики. И вы начнете сейчас серьезным образом все. Еще останется время, прямо к Кришне напрямую пойти. Напрямую. Он просто проявится в сердце. Но сейчас он стает с ним с собой. Как отчет. Он твой. 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 Многие герои священных висканиях не верили и мерили опыт личного общения с Господом. Я считаю, что я изучаю и слушаю о Кришне, но у меня нет много опыта персонального общения с Богом, как лично почувствовать и пережить опыт личного общения с Кришной. Но для этого он повторяет очень внимательно с Кришной Махрама Матрю, чтобы такой опыт получить. Вы готовы? Очень внимательно повторять Матрю. Очень внимательно. Кто-то сказал, что пропадок как улучшить свой Джапу? Какое самое лучшее время для Джапу? Самое лучшее время для Джапу это лучшее на самом деле лучшее. Добр Галарадзи. В два часа начинать повторять ночью. Вот в это время. Эффект несколько раз. Если вы это слушаете, кто-то роника и слушающих сделает это. Я уверен. Есть герои. И героини. Хотя бы для опыта, для эксперимента. Какие-то дни. дни. Это очень приятно. Подняться в длиночь. В длиночь. Тихо. Тихо. Здесь чувствованы сожжения без памяти. Без гороскоп отключен. Супер. Супер. Время. Чет. Чет. Очень хорошая практика. Я говорю, сюда, сюда, по городу. С человеками. Харит Кришна. 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 Рамады. Рамады. Деньги. Деньги. Кришна. Тысяча. 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 В уме всякое. Труднее. 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 Лично. Лично. Почувствовать. Кришна. Звук. Звук. Кришна. Звук святой уже есть. Уже есть Кришна. Где его искать? Уже нашли Кришну с этой точки зрения. Осталось услышать. Как понять трудности, которые даются, испытания ради роста, предаления или предупреждения для того, чтобы уйти сложного пути. Как понять трудности? Не надо их понимать трудности. А вообще не думайте об этом. Да с чем вы усложняетесь? Усложняетесь. В голову и все. Это если все это оценивать, знаете. Может быть, может быть, масса идти. Запутаться. Запутаться по счету. Если наказываешься, то что же Кришна хочет? Что же Кришна хочет? Я иду по улице. Шишка мне по голове. Слышка. Бэм. Так, что же Кришна хочет? Вообще не понимаете об этом. Служите Кришну, идите дальше. Истанавливайтесь. Просто свой долг поймете. Трудности, вы исполните долг, так хорошо. Вы должны продолжать исполненности. Бой долг. И тогда вы увидите, что Кришна хочет. В итоге. Вы говорили, что Бог сверх-личность. Но ведь он может быть сверх-живой. Да? Да. Это то же самое. Есть такой термин? Может быть, что сверх-живая, это жизнь? Сверх-душа. Адма, параматма. Это то же самое. Адма, обычная, живая. Параматма, это сверх-душа. Ведь живо делает личность, живое существо. Ну, это одно и то же. Разные термины. Разные термины, просто. Если Бог один, зачем тогда столько религий? Да. Я тоже тебя спрашиваю. Если Бог один, религия одна. Так. Это разные формы одной и той же религии. Так я понимаю. Религия одна, но формы разные могут быть. Школа одна, но классы разные. Китайская медицина, и западная медицина. Есть американское солнце, есть диско-солнце, есть французское солнце, есть петербургское солнце. Солнце одно на самом деле. Оно отличается. Все Бог и солнце другое себе. Никак. Никак в Индии. В Индии вы беспощадны. Мощно злое солнце в Индии. Здесь добре немножко. Но равнодушно, холодно. Там с пристрастием. А где-то в Мурманске солнце полгода вообще не бывает. Оно забывает про нас на полгода. На полгода вспоминает. Но правда все ведет, что солнце остается одно и то же. Но мы же так обусловлены, мы все умеем такими мерками, как день и ночь. На солнце нет ни дня, ни ночь. Мы не знакомы с другими измерениями жизни. Поэтому Бог один. Измерения много может быть. Измерения много, но Бог один. Кто-то хотел спросить, что-то. Сейчас вам микрофон дадут. Простите, что вы первое. Вы начали лекцию. Рассказывали, как женщина слушала двух святых людей, которые сделали вывод, что Бога нет. Как она им помогла, подсказала что-то. А то мы не услышали. Нет, в том случае, это было неуместно включать их. Они бы не приняли ничего. Это люди были как высококвысокий санов. Нет, не так просто. Мы сказали, что материальное сознание поддерживает индивидуальность у человека. Объясните подробнее, пожалуйста. Материальное и индивидуальное сознание поддерживает. Меняются поступки, меняется индивидуальный характер обозначения. Так? Индивидуальность изменчивается. Правильные поступки, индивидуальность так описывается. Злые поступки, индивидуальность по-другому складывается. То есть кармы. Это карма. Это материально-индивидуальность. Ее партическе нет. Оно меняется. Это действительно непостоянное. Зависит от того, что я делаю, как я делаю. Так меня я ценю, так меня видишь, что я индивидуальность. Я прибыль, то свои качества и стану своим человеком. То могу освободиться от качества, вести правильное качество. Это карма. Это лишь материальная индивидуальность. Духовная индивидуальность вечная. Вы всегда света Кришны. Вы всегда обладаете высшими качествами. Вы никогда не утрачиваете их. Это ваша вечная индивидуальность. Ваше вечное имя, вечная форма. Ваше вечное отношение с Богом. Ваше вечное желание слижать Кришну неизменно. Это духовная индивидуальность. Как попробовать проповедовать тем, кто думает, что счастлив в материальном мире? Эти люди не готовы сейчас пробовать. Эти люди не готовы к получению знаний. Эти люди просто могут прийти на Киртон, на праздник, повеселиться. Ну, быть счастливым тоже на образе здесь, в таком духе пока. Философия через них поймет, пока не осознает времени из материального бытия. И не признает фактов страдания в этом мире. Он не сможет понять философию. Это просто времени. Как относиться к тому, что в начале у меня есть машина, и на ее поддержание ходят деньги, и необходимо иметь их запас. на ее поддержание в будущем, по причине ее возможных поломок. Описание говорится о том, что в начале у меня есть, и не должны иметь деньги. Так и есть. Без ответа стоим. Совершенно верно. Как правильно вы должны быть замуж? Поделитесь опытом. Что в процессе главное, что в тросте пленые? Ну, ну, очень важный вопрос. Дочь должна быть замужем. К сожалению, не сняли население затронуться. Правильно? Родители чаще всего, которые не понимают ничего. Родители чаще всего не понимают ничего. а то есть а то есть каждый люблю что тут что тут поделать девочки я учаю уже какого-то какого заслужила с этим вопросом если жених и жених преданное то но это преимущество огромное братья остальное неумение важно чем выше чем выше тем меньше препятствий даже гороскоп может не важно оказаться очень-очень возвышенной души но чем меньше меньше преданности тем важнее учитывать например одну культуру чтобы одна культура была одна цель и даже такими чаще вещей важно знать сколько ты хочешь тратить а сколько всего зарабатывать совпадала вот все эти детали материально теряющие важны но важны тогда когда нет очень высокого сознания кришна как правило этих нет высокого сознания кришна это тоже важно строить правильным образом вот и выясняйте эти вещи но сейчас в чем как бы сложная девушка и юноша они сначала привязываются друг друга а потом выясняют практическую сторону путь путь обороте они телегу перед лошадью не лошадь перед телегой а телега перед лошадью сначала сначала нужно визжить материальную сторону и потом привязываться но сейчас они не могут так поступить сначала привязываются любляясь до беспамятства потом ничего ничего с ними сделать невозможно я не знаю какая ситуация но но если люди люди теряют голову друг от друга я не думаю что это будет хорошим браком скорее скорее всего это будет великое заблуждение риск большой брак с индексом уровне разума уже другие критерии вступают в ваш вопрос сейчас будет микрофон скажите пожалуйста если я правильно понимаю что когда душа покидает тело она должна вспоминать все свои прошлые жизни и весь свой прошлый опыт в какой момент это происходит потому что судя по всему когда она покинула тело она уже должна знать сама дорогу домой куда идти что делать кто ее ждет по всевидимости возвращение к богу да да то есть она выходит из тела и в этот момент возвращается в душу и всю свою память или в какой-то другой момент нет она должна выйти присутствие кришне из тела тогда все ясно будет то есть ее сначала должен был провести стип да если она должна в момент смерти вспомнить кришну а все остальное уже организовано момент смерти в самом момент смерти вспомнить бога нужно а это с каждым человеком происходит с каждым кто вспомнить богом каждый человек отправляется к богу к имя смерти если у маленькой дочери наклонность кшатрия дочери 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 не строят отношения и с этим ли дочери и но это почти 12 лет только 12 они они организ ребят мах ясно. И с этим вы говорите, вот если ты дружишь, значит, будь верным. Ради друга жертвуй. Вот обучайте вот таким возвышенным, возвышенной дхарме, шатам, что он от этого силы черпает. Да не Бог, Родина, любовь в этом сила. Сила подвига в этом. Сказали, что если мы спасем семью, мы спасем религию. Развод не допустим. Бороться за семью, если жизнь семейная, совместная не сложилась, не сложилась. Бывает такое. Сейчас я не скажу, как абсолютно правило, что развод. Да, разводов нет, угодно будет, это факт. В наше время мы не можем определить абсолютно, потому что, как же говорится, жена не обязана служить падшему мужу. Это написано так же. В этом случае вся семья нарушается, терпит крах. Мы приводим пример другой. Если ваш самолет в штопоре, можно нажать катапульту. Вам не нужно оставаться там. Мертвые герои нам не нужны. Служите Кришне. Вот это важно. Если это такая ситуация. Но, как правило, в большинстве случаев семью можно возвысить с помощью терпения, смирения, развитие знания, качества служения. Практически 90% я бы сказал, с семьи можно восстановить. Спасти. Большинство случаев. Поэтому не торопитесь с разводами. Будьте осторожны. У человека бессонница уже продолжительное время. В чем причины? Как помочь? Есть и притерная привязанность. Нужна эту привязанность свидать с Кришной. Чего успокоиться? Навязчивая. Навязчивая о чем-то думает. Если уже пить простроено, то нужна какая-то еще помощь. Медицинская. Если нет, просто должен. Сознание беззывается, что называется человек. Привязанность человека делает таким. Беспокоенным. Раздраженным. Реотворенным. В чрезмерном силе так же, как мы себя общаемся. В чрезмерном силе, в насерянном силе тоже можно сбить его стол. Деньги, которые прятали, тоже. Да. Причина страданий тоже. Богатые люди тоже спят. Так говорится. Благословения. Твои Кришны. Да, если ты хочешь стать учеником, хорошо, практикуйте. Практикуйте регулярно. Покажите ученик. Примейте образ жизни так же, духовно учителем. Преоднократно. Живите вместе с ними. Духовно. Духовно. Это значит, что мы ученики. Почему я ученик своего гуру? Потому что я живу и образе жизни. Поэтому я ученик. Если я живу по-своему, то в чем заключается ученичество? Как бы я мог называться учеником? А мне подключение, что я живу как мой духовный учитель. Я перенимаю его образ жизни. Почему я повторяю 16 группу? Могурмагра, я же повторяю 16 группу. Но я тоже должен повторяю 16 группу. Почему соблюдай четыре будущих принципа? Могурмагра, соблюдай четыре будущих принципа всю свою жизнь. Поэтому я тоже делаю, образуется связь. Для нами почувствовать связь, гуру ученик. Действуйте так. Так, наши вопросы кончены сегодня. Спасибо большое. Теперь у нас книги. Итак, сегодня у нас продажа. Со скидкой или скидкой, как бы вы сегодня решили? Книги шоурупады? За пожертвования. Минимальное пожертвование? Четыре тысячи рублей. Прошу, кто хочет, может быть, скидкой, что купать. Подарки для себя также. Продолжение следует...